Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Не так давно мы отметили День России. Все мы, конечно же, с детства, что называется, с молодых ногтей, знаем, что наша страна многонациональная. Огромное количество нас живет в национальности. И здесь поэтому краеугольный вопрос – это поддержание баланса, поддержание спокойствия, нормального развития межнациональных отношений, пресечения всевозможных попыток пропаганды экстремизма, ксенофобии и прочего-прочего-прочего. И об этом мы сегодня поговорим, о том, что делается на этом направлении, в первую очередь, нашей прокуратуры. У нас в гостях представители этого ведомства – это Святослав Игоревич Коболиченко, исполняющий обязанности старшего помощника прокурора Тверской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. Добрый день. Добрый день, Святослав Игоревич. А вы можете нам задавать телефон. По телефону вопроса 300-190-300-190 и просто высказывать ваше мнение. Что вы думаете о том, как у нас, в частности, в Тверской области обстоит дело с межнациональными отношениями. Потому что тоже регион наш, он вроде считается, ну, исконно русским, что называется. Но при этом здесь исконно еще со времен Киевской Руси проживали не только этнические славяне. Потом добавились Карелы уже в позднее Средневековье. Потом при Петре Первом немцы поехали и так далее, и тому подобное. В советское время была миграция из республик Северного Кавказа, потому что был дефицит рабочих рук. Так что область наша межнациональная. Поэтому что вы думаете по вопросу того, как у нас, на каком уровне поддерживается межнациональное отношение, дружба народу? Звоните 300-190. Светландов Игоревич, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, надзорного ведомства, в чем основная опасность проявления экстремизма для нашего общества и государства в целом? Ну, хотелось бы отметить, что экстремизм, как очень опасное негативное социальное явление, во всех своих проявлениях абсолютно ведет к нарушению гражданского мира и согласия, основных прав и свобод человека, гражданина, и подрывает государственную и общественную безопасность. Вообще экстремизм является действительно одной из наиболее сложных проблем современного российского общества, что в первую очередь связано с многообразием его проявлений, неоднородным составом экстремистских организаций, деятельность которых, безусловно, угрожает национальной безопасности Российской Федерации. Ну, и следует отметить, что на современном этапе у нас отвечается тенденция к дальнейшему распространению радикализма среди отдельных групп населения и обострению внешних и внутренних экстремистских угроз. Скажите, пожалуйста, а вот распространение отдельных групп населения, это кто вообще? Как-то удается вычленить, что это за такие группы-то? Ну, группы здесь, конечно же, речь идет о представителях иностранных государств, то есть выходцев из среднеазиатского региона, которые массово едут, ну, так называемая трудовая миграция, для того, чтобы осуществлять здесь трудовую деятельность. И, к сожалению, вот именно эта категория граждан оказывается наиболее вовлечена в распространение экстремистской идеологии, в том числе на территории Тверского региона. А вы как-то анализируете, ведь, мне кажется, должны проводить аналитическую работу, а что не так, что им не нравится? Или, может быть, они изначально, не все, конечно, не все абсолютно, едут, чтобы заниматься здесь экстремистской деятельностью, вербовать пособников? Или, может быть, приезжает изначально хороший трудолюбивый работник, а потом вдруг под каким-то влиянием он начинает как раз проникаться духом экстремизма? Да, ну, в основном, да, конечно, мы анализировали эту ситуацию и практику совершения преступлений экстремистской террористической направленности. В основном у выходцев из среднеазиатского региона, которые прибывают к нам на территории Тверской области, есть очень много родственников, знакомых, с которыми они находятся в тесных контактах, и отдельные из которых проходят, соответственно, участвуют в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики в международных, так называемых, вооруженных формированиях в составе. И вот зачастую, благодаря, значит, контактам с такими лицами, последние вербуют, склоняют тоже к совершению таких преступлений. Здесь речь идет и не только к прохождению, подготовке, обучению, да, для участия в деятельности таких вооруженных формирований, но и финансирование терроризма, тоже достаточно распространенное преступное деяние террористического характера, когда лица, находясь на территории Тверской области, перечисляют денежные средства различными способами для того, чтобы финансировать деятельность таких международных террористических организаций. Придем напрямую он сам не участвует, он не складирует оружие, он не собирается ни в кого стрелять. Нет, нет, он, по сути, способствует тому, чтобы террористы осуществляли свою деятельность на территории иных государств. То есть, вот для понимания, что не нужно быть наивным и думать, что, а я здесь ни при чем, я не участвую, я просто попросил там у меня брат, я ему перевел 100 долларов. Конечно, конечно, это тоже уголовно наказуемо, за это предусмотрена достаточно жесткая уголовная ответственность в виде лишения свободы. То есть, даже если брат, который где-то там находится в Сирии, говорит, что ему это на хлебушек, не нужно переводить таким людям никакие деньги, чтобы потом не оказаться пособником волей или неволей. Здесь немножко другое. У нас все преступления террористической направленности, они должны быть совершены умышленно. То есть, лицо, если мы сейчас говорим о финансировании терроризма, лицо должно осознавать, что оно перечисляет деньги. Он скажет, я не осознавал, он сказал, на хлеб молоко, я перечислил. Здесь уже есть определенная доказательная база, которая позволит, скажем так, вот эти аргументы развеять и как раз-таки доказать виновность этого лица, что на момент перечисления денежных средств он осознавал, давал отчет, на какие цели он действительно эти деньги перечисляет. То есть, это могут быть различные переписки в телеграм-каналах, в социальных сетях, где все это видно. И соответствующие сотрудники специальных подразделений все это активно обоявляют и документируют. Вы уже упоминали неоднократно Среднюю Азию. А что можно сказать про Кавказ? Как Северная, так и Закавказья. Вот там нет такого оттуда потока вот этих лиц, которые... В основном я могу сказать, что совершают преступления именно террористической направленности. Это выходцы из таких республик, как Таджикистан, Узбекистан. Это основная масса. Если мы говорим, допустим... Не Киргизия, к примеру? Нет. Ну, тоже встречается... Ну, понятно, конечно. Встречаются все, и русские встречаются. Да, конечно, конечно. Если мы говорим, например, о преступлениях экстремистской направленности, мы еще этой темой потом коснемся дальше, я думаю, более детально. То экстремистские преступления, которые у нас активно совершаются с пользой сети интернет, они большей частью совершаются как раз такими представителями русской национальности. Вот, поэтому... Ну, мы этого вопроса не далее коснемся. То есть, все зависит, опять же, от характера преступления, о чем мы говорим. Либо это преступление экстремистской направленности, либо террористического характера, ну и, собственно, от тех целей, которые преследуют лицо, когда совершают то или иное преступное деяние. Завершая разговор в Средней Азии, а может быть, одна из причин, потому что там рядом совсем Афганистан, у которого граница Таджикистана, мягко говоря, как вы думаете, тоже еще из-за этого? Ну, в том числе и да. Хорошо. Скажите, вот говоря о внутренних и внешних экстремистских угрозах, а что вообще вот ваше надзорное ведомство имеет в виду? Ну, если мы говорим о внутренних экстремистских угрозах, то здесь, наверное, следует понимать осуществление националистическими, радикальными, общественными, религиозными, этническими и иными организациями, отдельными лицами, в том числе деятельности для реализации своих целей, распространения идеологии насилия, склонения, вербовка или иное вовлечение российских граждан и находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан для совершения преступлений и правонарушений террористической направленности экстремистского характера. Безусловно, к внутренним угрозам также относятся и межнациональные, и межэтнические территориальные противоречия и конфликты, которые имели место быть, наверное, знаете, в отдельных субъектах Российской Федерации, которые могут быть обусловлены историческими, социально-экономическими особенностями и приводящие к сепаратистским проявлениям, заключающимся в попытках нарушения территориальной целостности Российской Федерации. Если мы говорим о внешних экстремистских угрозах, то, безусловно, экстремизм во всех его проявлениях он распространяется за пределы отдельных государств и представляет глобальную угрозу для безопасности всего мирового сообщества. Некоторыми государствами, это не секрет, экстремизм используется в качестве средства для достижения каких-то собственных геополитических целей, в том числе, например, таких, как нарушение территориальной целостности государств и геополитических противников Российской Федерации. И надо сказать, что реальную угрозу в настоящее время представляют учтившиеся в иностранных государствах, ну, наверное, мы знаем каких, да, случаи умышленного искажения истории и возрождение идей нацизма и фашизма. Я сейчас вас прерыву, у нас реклама, три минуты не переключаясь, дальше мы продолжим. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». У нас сегодня в гостях сотрудник нашей областной прокуратуры Святослав Кабаличенко. И мы говорим об экстремизме, о межнациональных конфликтах, а самое главное, о том, что делают наши правоохранительные органы. В первую очередь, в данном случае, Святослав отвечает свое ведомство за областную прокуратуру, что делается в нашем регионе, чтобы пресекать все вот эти негативные моменты на ранней стадии, на как можно более ранней стадии, чтобы не доводить уже до непосредств каких-то конфликтов, не дай бог, смертей и так далее. Хорошо, Святослав, скажите, пожалуйста, вообще, на ваш взгляд, на взгляд вашего ведомства, каковы наиболее опасные проявления экстремизма? Ну, к числу, наверное, наиболее опасных проявлений экстремизма я бы отнес как административно наказуемые, так и уголовно наказуемые деяния. Это речь идет о возбуждении ненависти вражды, унижении достоинства человека, либо группы лиц в зависимости от их принадлежности к той или иной национальности, расе. Это у вас прерву, и мои коллеги показывают, что у нас телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, Роман. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Я бы хотел, конечно, скорее даже не вас поздать, а вот поделиться определенным опытом, потому что я как представитель общественной организации, старейшей миротворческой, которой занимается в том числе и гармонизацией межнациональных отношений, уже все-таки имею определенный план в этом опыт. И очень важно, что медиахолдинг Тверской проспект, конечно, является партнером в подобного рода проектах. Вы знаете, наверное, ограничительными мерами и только деятельностью спецслужб, конечно, урегулировать подобные риски практически невозможно. И, к счастью, у нас есть уже такой твердо стоящий на ногах институт некоммерческих организаций, которые на этом направлении уже себя сумели достаточно результативно проявить. Что хочу сказать. Вот, в частности, среди молодежи были, знаете, вот розданы такие очень хорошие, подготовленные профессионально-методические рекомендации, как противостоять вербовщикам. Все помнят историю Варвары Карауловой. Вот такие уже случаи аналогичные были уже и на Тверской земле, когда наша соотечественница чуть не попала в лапы. Вот этих вот достаточно подготовленных и профессиональных, как психологи, вербовщиков. Поэтому, конечно, надо вооружать молодежь знаниями. И здесь очень весомым подпорьем и серьезной поддержкой может являться, конечно же, некоммерческие организации, работающие результативно в этом сегменте. Вот о чем я хотел сказать. Конечно, очень уже хороший опыт накоплен. И последний вот буквально недавний форум Общественной палаты Российской Федерации организован, где одна из площадок была как раз посвящена этой тематике, говорит о важности вопроса и о том, что уже все-таки накапливается определенный опыт, который помогает сегодня дать навигацию молодежи, правильно их соориентировать, вооружить надлежащими знаниями, чтобы они не становились легкой добычей для тех, кто жаждет вот такого пушечного мяса, можно сказать. Поэтому, конечно, хотелось бы отметить, что все-таки сообща, как это на Руси всегда было, всем миром можно справиться с любой бедой и весомым подспорьем. Здесь, конечно же, служит то, что некоммерческие организации не просто вооружают молодежь знаниями, но и помогают тех, кто не безразличен и проявляет интерес, вовлекать в различные этнокультурные и прочие проекты. То есть ребят надо занимать. И тогда у них не остается времени на дурь вооружать знаниями, чтобы не оставалось места пустотам, невежеству, которые порождают страх и порождающие страх-агрессию. Тогда все будет хорошо. Спасибо. Наверное, вот коротко я хотел сказать именно это. Спасибо вам большое. Звонок. Люди прервали вас. Так вот, все-таки наиболее опасные проявления, то есть сеть интернет вообще активно так пользуется. К сожалению, люди эти освоили очень хорошо. И, к сожалению, зачастую данные информационно-телекоменационной сети, включая сеть интернет, используются не только для возбуждения ненависти и вражды, унижения достоинства человека либо отдельных групп лиц, в зависимости от их принадлежности к той или иной религии, национальности, языку, но и в качестве площадки для публичных призывов к осуществлению насильственных действий в отношении данных социальных групп, ну и, собственно, склонению вербовки к участию в деятельности международных экстремистских и террористических организаций. Ну и, наверное, тоже в качестве одного из наиболее таких актуальных и опасных проявлений экстремизма в настоящее время я бы отнес, наверное, организации и проведение несанкционированных массовых публичных мероприятий, как раз такие массовые беспорядки, которые ориентированы на дестабилизацию, собственно, системы государственной власти в нашей стране, как на уровне отдельных регионов, так и в целом. Ну и, безусловно, это никуда не денешься подготовкой совершения террористических актов. У нас терроризм, собственно, является крайней формой проявления экстремизма. Это мы все знаем и понимаем. И в Тверской области такие случаи, к сожалению, имеются. Имели, да, место быть, когда, собственно, благодаря согласованным действиям сотрудникам правоохранительных органов у нас и предотвращены были террористические акты. Ну и, собственно, все мы помним случаи с Невским экспрессом. Поэтому, конечно, террористические угрозы, но мы, опять же, дальше, я думаю, об этом более детально расскажу, они актуальны для нашего региона. Скажите, ну вот вы только что упомянули как раз, что благодаря слаженным действиям удается предотвращать теракты. Вообще, вот можно все-таки сказать, что наметилась какая-то положительная тенденция вот в борьбе с экстремизмом? То есть, это что борьба идет не по принципу обмена ударами, говоря языком бокса, а что все-таки, как говорится, наша берет свое. Да, ну, конечно, безусловно, можно это отметить. Наличие определенных положительных тенденций. И здесь, наверное, прежде всего нужно сказать о том, что у нас в Российской Федерации создана своя система законодательства, которая ориентирована на профилактику и предотвращение совершения террористических актов, ну и, собственно, распространение экстремистской идеологии. Собственно, основной, основой, да, правовой базы, безусловно, является Конституция Российской Федерации, которая у нас запрещает пропаганду или агитацию, которая возбуждает, собственно, социальную, расовую, религиозную ненависть или вражду. У нас также правовая основа общегосударственной системы борьбы с экстремизмом и терроризмом составляет общепризнанные нормы и принципы международного права. Это международные договоры Российской Федерации. Имеются приняты, да, специальные федеральные законы о противодействии терроризму и о противодействии экстремистской деятельности. Есть, соответственно, отдельные нормативно-правовые акты президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации. Значит, также у нас в Российской Федерации действует в настоящее время стратегия национальной безопасности и концепция противодействия терроризму. Разработаны и реализуются комплексный план противодействия и идеология терроризма в Российской Федерации до 2023 года. И тоже такой фундаментальный документ стратегического планирования это стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. Она у нас действована, в ее реализации, в ее реализации мероприятий задействованы большинство органов государственной власти, органов местного самоправления, правоохранительных органов, собственно, как федерального, так и субъектового уровня и, соответственно, муниципального. Ну, надо сказать, что, говоря вот опять же о стратегии противодействия экстремизму, указом президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года была утверждена новая редакция данного документа стратегического планирования и в ней как раз таки актуализированы основные источники угроз к экстремизму современной России. И расширен и детализирован перечень направлений государственной политики по противодействию экстремизму. Если вернуться опять сугубо вот к нашим тверским делам, вообще, насколько актуальна у нас проблема распространения экстремистской идеологии терроризма? Ну, для начала мне хотелось бы отметить, что, конечно же, количество преступлений экстремистской направленности, оно достаточно мало в сравнении с общим количеством уголовно наказуемых деяний, которые у нас совершаются на территории Российской Федерации и Тверского региона. Однако, надо понимать, что каждое такое преступление, безусловно, оно способно вызвать повышенный общественный резонанс и дестабилизировать как внутриполитическую обстановку, так и социальную обстановку не только в отдельном регионе, но и в целом в стране. Значит, если мы говорим о ситуации в нашем регионе, то в 2020-м и стекшем периоде 2021 года у нас в регионе межнациональных религиозных проблем и конфликтов не имелось. Значит, общественно-политическая ситуация в целом, она сохранялась относительно стабильной, была относительно стабильной, да, и не оказывала существенного влияния на криминогенную обстановку. Экстремистских проявлений не было допущено. В то же время, как я уже отмечал, на территории Тверской области угрозы экстремистского и террористического характера, они сохраняются, видоизменяются. Значит, не уменьшается количество, к сожалению, выявленных на территории региона преступлений, в том числе связанных с финансированием терроризма. Я уже об этом говорил. Ну и у нас было не так давно предотвращено два террористических акта. А давайте напомним, может быть, землякам, что хотели сделать террористы? Что-то взорвать, я не знаю, просто какую-то акцию провести? Ну да, соответственно, террористические акты планировалось, что они должны быть направлены на объекты жизнеобеспечения и, соответственно, скажем так, деятельность органов власти. Поэтому, да, это очень действительно серьезно. Вот я уже отметил, что благодаря слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов удалось предотвратить совершение террористических актов и избежать человеческих жертв. Также, наверное, будет интересна статистика. Да, вот цифра хотелось бы назвать. Да, в 2020 году было у нас зарегистрировано 10 преступлений экстремистской направленности, из которых 9 совершены с пользой мести интернет. А можно примерки привести? Что это были за преступления? Ну, соответственно, опять же, ну, не называя конкретных лиц, просто ситуация, ну, это зачастую, скажем так, активные пользователи социальных сетей, прежде всего, социальные сети ВКонтакте, размещают на своей странице в публичном доступе, либо, соответственно, в каких-то сообществах, группах, осуществляют комментарии, которые с лингвистической точки зрения направлены как раз-таки на возбуждение ненависти вражды, унижение достоинства отдельных социальных групп, в зависимости от их принадлежности к той или иной расе, национальности, языку, происхождению и, соответственно, публичные призывы к совершению насильственных действий в отношении этих групп. То есть, если подобного рода высказывания, комментарии выложены в открытом доступе в социальных сетях, то, безусловно, такие действия расцениваются как уголовно наказуемое деяние, документируются и, соответственно, дальше уже инициироваться процедуры уголовного преследования, вот за последнее время, то есть количество вот именно таких преступлений, которые совершаются по заинтересованию интернет, оно значительно выросло и очень много их регистрируется, выявляется. А вот тоже для понимания, совершает опять кто? То, о чем мы сегодня говорили, приезжие из других регионов за пределы страны? Или нет, не обязательно? Это, может быть, и коренные жители Тверской области? Нет, это зачастую как раз-таки это коренные жители Тверской области. Да, собственно, если мы говорим о приезжих, об иностранных гражданах, выходцах из Среднеазиатского региона, то здесь больше все-таки ими совершаются удельные доли преступлений, именно связанных преступлений террористической направленности. То есть, если мы говорим об экстремистских проявлениях и совершаемых преступлениях экстремистской направленности интернет, то здесь как раз-таки больше удельный вес совершают именно жители... Коренные жители Турской области. То есть для понимания, у нас смотрят сейчас какой-нибудь 15-летний пацан, к примеру, неважно, девчонка, чтобы люди понимали, что если на своей странице ВКонтакте выложат, к примеру, зигующих эсэсов и так далее, то, мягко говоря, за это можно и ответить. Если есть подписи, разместить, что ура, молодцы и так далее. Если люди думают, что всего лишь подумаешь, я картинку 70-летней давности разместил. Конечно, да. То есть надо понимать и отдавать отчет, что есть информация, которая на законодательном уровне признана запрещенной к распространению на территории страны. И безусловно... Вот логотип, к примеру, нацистской свастики. Не просто свастика, это известный древний символ в Индии, он и сейчас считается позитивным. Но именно там, условно говоря, фрагмент какого-то знамени нацизма. Помните, допустим, на своей странице ВКонтакте, как говорится, аватарку человек возьмет и повесит. Он... Ведь за это можно ответить, что называется? За, соответственно, публичную демонстрацию нацистской символике атрибутики, либо символике атрибутики... Без всяких причин, когда видно, что он пропагандирует. Когда в дело, когда человек историей увлекается, а другое дело... Я хочу на это обратить внимание, что у нас за публичное демонстрирование вот подобной символики атрибутики, то есть не только нацизма, но и экстремистских организаций, которые признаны таковыми на основании решений Верховного суда, да... Если это все демонстрироваться в публичном доступе для неограниченного круга лиц, при этом человек, размещая подобные материалы, он не высказывает осуждение нацистскому режиму, либо деятельности этих... Да, да. То за это предусмотрена административная ответственность по статье 20.3 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. То есть и практика выявления таких правонарушений в сети интернет наработана, и, соответственно, лица виновные привлекались уже неоднократно к административной ответственности в виде штрафа за это. То есть надо быть очень внимательным, думать, что выкладываешь для всеобщего... Ну, как действительно, вот есть же в том же самом контакте исторические общества, где изучается Вторая мировая война, Великой Отечественной и так далее. Как определить, вот человек вывесил фотографию, среди прочего, конечно, там, какого-нибудь немецкого истребителя, а все мы знаем, у них на хвостах свастик была, к примеру, что это пропаганда или это просто исторический момент? То есть наша Родина боролась в Штирлиц фотографию выложить, в которую тоже свастика на повязке была? Ну, здесь в каждом конкретном случае, естественно, данные обстоятельства выясняются, опрашивается само лицо, то есть какими целями и мотивами оно руководствовалось, выкладывая то или иное изображение, содержащее свастику или моноцистскую символику. Естественно, в любом случае данное правонарушение, о котором я сейчас говорил, оно совершается с прямым умыслом. Да, то есть лицо должно именно, скажем так, разделять, если мы говорим о моноцизме, должно разделять идею убеждения, идеологию нацизма и, соответственно, размещать это с целью одобрения, а не для того, чтобы осудить нацистский режим. Ну, или просто историческое просвещение. Либо историческое просвещение, да, в тех или иных целях, то есть это выясняется в каждом конкретном случае. То есть не говорится о том, что там поголовно у нас органы компетентные, которые выявляют подобные факты, что вот все сразу идут в отношении всех возбуждаются дела административные, все привлекаются к административной ответственности. То есть это очень такая кропотливая работа, и все эти обстоятельства, они тщательным образом выясняются в каждом случае. То есть если кто-то, есть исторические тоже страницы, к примеру, которые посвящены, условно говоря, Древней Римской империи, а известно, что это, опять-таки, был позитивный солярный знак, и есть изображение римлян на туниках, такая в уголке Сватиска, за это, конечно, никто человека не потащит. Ну, если это... Да, да, да. Просто помните, одно время было такое, когда тотально вообще все это замазывали и так далее, люди говорили, ну, товарищи, одно дело, это же наша история в том числе, показывают поверженные фашистские знамена во время знаменитого парада, что ж теперь не показывать их, это, наоборот, момент нашей победы великой. Это одно. А другое дело, полно фотографий, где маршируют нацисты этим знаменом, это другое. Это другое, конечно. И вы четко разделяете границу. Конечно, все это выясняется. Светланов Игоревич, скажите еще раз, если о цифрах вообще, можно еще какую-то статистику назвать? Да, ну, я уже затронул статистические данные, касающиеся совершения преступлений экстремистской направленности на территорию нашего региона. Теперь, наверное, сакцентируем внимание слушателей на количество преступлений террористического характера. У нас таких было зарегистрировано в прошлом году 19 преступлений. Из них одно преступление было связано с финансированием терроризма, 9 преступлений с совершением публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичным оправданием терроризма, в том числе с использованием как раз-таки информационной, телеканационной сети, интернет. Также у нас регистрировались преступления, связанные с участием в незаконном вооруженном формировании на территории другого государства. Сирия, да? Сирия, да, Сирийская и Аравская республика. Ну и, собственно, два случая приготовления к совершению террористического акта. На территории Тверской области? На территории Тверской области, да. Значит, ну, в принципе, наверное, по статистике все. Скажите, а вот тоже мне интересно, а как мы выглядим в этом плане, ну, на фоне других регионов мы не будем брать Северный Кавказ, все-таки, сам понимаете, там своя специфика есть. Аналогичные регионы, Ивановская, Ярославская, Смоленская область, Тамарловская и так далее. Вот как у нас в этом плане? Ну, вы же, наверное, как-то взаимодействовали с вашими коллегами с других субъектов федерации? Вам же интересно сравнить, как мы вот? Ну, я могу сказать, что в целом у нас на территории региона обстановка в этом плане, вот именно с точки зрения наличия определенных экстремистских проявлений террористических угроз, она сохраняется стабильной. В том числе на фоне других субъектов, которые входят в состав Центрального федерального округа. То есть говорить о том, что мы где-то проседаем, где-то у нас какие-то существуют такие явные острые, явно острая проблематика, вот именно в этой сфере говорить об этом не приходится, к счастью. Если говорить об основных направлениях деятельности органов прокуратуры в борьбе с экстремизмом, терроризмом. Ну, опять же, чтобы было понимание у людей, чем мы занимаемся на данных направлениях, начну, наверное, с того, что организационно распределительными документами Генеральной прокуратуры Российской Федерации на органы прокуратуры возложен на основе анализа состояния законности надзор за исполнением законов о противодействии экстремизму и терроризму в деятельности органов государственной власти, органов местного самоправления, их должностных лиц, законности издаваемых ими правых актов в данной сфере. Также, собственно, нам, Генеральной прокуратуре, предписано акцентировать внимание на обеспечение состояния законности разработки, принятия, исполнения и финансирования государственных и муниципальных программ, которые включают в себя мероприятия соответствующей направленности, то есть направленные на профилактику проявления экстремизма и терроризма. В целом, наверное, хотелось бы отметить, что проводимый органами прокуратуры анализ деятельности правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоправления по обеспечению и исполнению законодательства противодействия экстремизму и терроризму действует о том, что в целом ими принимаются определенные меры и проводится определенная продуктивная работа, которая направлена на профилактику проявления экстремизма и терроризма, обеспечения безопасности граждан и их защищенности, в том числе речь идет о защищенности объектов с массовым пребыванием людей. В то же время, конечно же, продолжает на системной основе ежегодно выявляться нарушения по результатам прокурорских проверок. Нарушения какого характера? Допускают это, по-моему, ваши коллеги из других правоохранительных органов? Ну, здесь я хотел бы, наверное, особо коснуться все-таки деятельности муниципалитетов в этих направлениях, потому что у них тоже есть достаточно серьезные обширные полномочия именно профилактического характера. Вместе с тем, результаты прокурорских проверок показывают, что не принимаются в ряде случаев исчерпывающие меры. А какие меры? Можно, если даже, допустим, не хотите назвать конкретный муниципалитет, но все-таки? Какие меры? Ну, здесь речь идет, например, то есть как раз-таки работа, направленная на, скажем так, информированность граждан о том, именно профилактическая информированность граждан о том, каким образом, скажем так, себя вести, действовать в случае совершения террористических актов, соответственно, работа по недопущению вовлечения лиц в распространение экстремистской идеологии. То есть все эти полномочия предусмотрены на законодательном уровне. Для того, чтобы обеспечить исполнение данных мероприятий, у нас предусмотрено планирование, да, то есть и реализация мероприятий стратегии противодействия экстремизму и комплексного плана противодействия идеологии терроризма. Вот как раз-таки, говоря о конкретных нарушениях, уявляются случаи неисполнения, да, запланированных мероприятий, не должной реализации органами местного самоправления соответствующих полномочий. Это и нарушения, связанные с непроведением обследования и категорирования мест массового пребывания людей, что относится у нас к компетенции также органов местного самоправления. На постоянном контроле под пристальным вниманием органов прокуратуры остаются вопросы антирористической защищенности объектов мест массового пребывания людей, объектов повышенной опасности. В рамках осуществления надзора в данной сфере органами прокуратуры проводятся проверки состояния антирористической защищенности на объектах образования, объекты здравоохранения, культуры, спорта, транспортной инфраструктуры, торговых объектов, в ходе которых выявляются недостатки в уровнях антирористической защищенности. Безусловно, по данным фактам осуществляется прокурорское реагирование для того, чтобы эти нарушения были устранены. Важным аспектом деятельности продолжает оставаться также пресечение экстремистских материалов. У нас есть так называемый федеральный список экстремистских материалов, который размещен в свободном доступе на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации. То есть любой желающий может зайти и ознакомиться, какие у нас материалы, распространяемые различными способами, в том числе с пользойностью интернет, были признаны на основании решений судебных органов экстремистскими. Сейчас там более 5000 материалов в этом федеральном списке. И как раз таки анализ этого списка демонстрирует тенденцию очевидного перемещения и концентрации экстремистских идей в сети интернет. То есть раньше в печатном виде? Раньше в печатном виде, а сейчас все это в электронном виде и в сети интернет. И как раз таки для того, чтобы понимать, какие у нас материалы запрещены, продолжая разговор о том, что можно размещать у себя, что нельзя, что можно комментировать, что нельзя, как раз таки каждому гражданину будет полезно все-таки зайти и ознакомиться с этим федеральным списком, для того, чтобы понимать, какая информация у нас запрещена и какую информацию никаким образом нельзя распространять в публичном доступе, для того, чтобы за это не последовали соответствующие меры ответственности юридической. Надо сказать, что в качестве такой проблемы, что вопрос эффективного противодействия распространению в сети интернет материалов экстремистской направленности через сеть интернет до конца не решен. В сети интернет существуют и активно действуют сотни интернет-сайтов, которые содержат материалы, пропагандирующие неравноправие граждан по тому или иному признаку, речь идет о национальном, расам, религиозном признаку, например, которые провоцируют у нас разжигание межнациональной и межконфессиональной розни и вражды, содержат сведения о технологии производства взрывных устройств, такие у нас тоже есть информационные ресурсы запрещенные. И надо сказать, что большинство из таких сайтов, они создаются и поддерживаются именно незарегистрированными организациями. В настоящее время также проблема функции контроля за распространением материалов с использованием информационной и информационной сети интернет, за исключением ресурсов, которые зарегистрированы как СМИ, то есть у нас контролирует Роскомнадзор, они не отнесены в полной мере к компетенции какого-либо федерального органа, исполнительной власти. В связи с этим органами прокуратуры области уделяется серьезное внимание деятельности интернет-провайдеров, иных организаций, индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих доступ граждан к информационным ресурсам сети интернет, а также, естественно, мониторингу информационной и информационной сети интернет. В целях ограничения доступа к запрещенным материалам прокуроры обращаются в суд с административными исковыми заявлениями. Очень распространена практика обращения в суд с требованием о признании запрещенной информации, которые содержат сведения о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ, соответственно, информации о способах приобретения и изготовления, в том числе в домашних условиях, огнестрельного оружия. То есть у нас распространение такой информации запрещено законодательством, и прокуроры путем обращения в суд блокируют доступ к конкретным информационным ресурсам, сетевым адресам, которые содержат такую информацию. Кстати говоря, о случае в Казани, который недавно произошел совсем. Так вот, лицо как раз-таки, как оно само утверждает, получило информацию о способах изготовления всех этих запрещенных предметов, которые, собственно, использовал для совершения преступления, как раз-таки сети интернет, где имеются достаточно подробные инструкции, видеоматериалы, текстовые файлы, которые позволяют, собственно, в домашних условиях с использованием определенных компонентов как раз-таки все это изготовить. Вот органы прокуратуры борются с такой информацией, активно мониторят, выявляют и блокируют через суд. Касаясь, опять же, федерального списка экстремистских материалов, тоже по результатам мониторинга сети интернет, у нас органы прокуратуры мониторят такую информацию, выявляя ее в сети интернет, направляют соответствующие требования в Роскомнадзор, и Роскомнадзор на основании этих информаций осуществляет блокировку доступа. Также у нас федеральным законом прокурор наделен правом обращения в суд с административным исковым заявлением о признании тех или иных материалов экстремистскими. Вот как раз-таки прокуратура обращается в суд, суд выносит решение о признании материалов экстремистскими, и на основании этих судебных решений у нас как раз-таки формируется вот этот федеральный список экстремистских материалов, который размещен на сайте Министерства юстиции. То есть это сложная такая достаточно кропотливая работа, в которой активно задействованы как раз-таки органы прокуратуры. Ну и, наверное, тоже для статистики по итогам 2020 года в сфере надзора за исполнением законов о межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму органами прокуратуры области было выявлено 5118 нарушений. То есть такая достаточно существенная цифра. В целях устранения которой было принесено 104 протестные незаконные правовые акты, внесено 1827 представлений. По результатам рассмотрения которой дисциплинарной ответственности привлечено 1710 лиц. А кто эти лица? Это и должностные лица органов государственной власти, органов местного самоправления. А они-то чем? Они-то что не так сделали? Кто-то что-то там распространяет и так далее? Нет, это к вопросу о том, что на органы государственной власти, органы местного самоправления законодательством возложены полномочия по профилактике проявления экстремизма и терроризма. И когда мы выходим на проверки и констатируем факт того, что профилактическая работа полномочий в этой сфере реализуется недолжным образом, вот как раз-таки ответственные должностные лица органов власти, они несут за эту дисциплинарную ответственность по нашим актам прокурорского реагирования. Также, соответственно, к числу тех лиц, которые обозначены в состав этой цифры, это руководители и иные должностные лица объектов, которые подлежат антирористической защите. То есть, названные мной объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта, соответственно, в том случае, если выявляются нарушения антирористической защищенности этих объектов по результатам проверок, то тоже по нашим актам реагирования такие лица привлекаются к дисциплинарной ответственности. Это и сотрудники, собственно, правоохранительных органов полиции, которые тоже, как мы знаем, в соответствии с законодательством реализуют определенные полномочия в этой сфере. — А вот говоря о полиции, у нас осталось не так много времени, но все же мы, типа, вот вы уже неоднократно говорили, что, к сожалению, некоторые граждане, прибывая сюда, как работать, ну и в Средней Азии, на самом деле занимаются не только этим, или даже этим вовсе не занимаются, а вот, как вы говорили, фиксируются случаи. Но ведь они как-то приехали сюда, и ведь бывают случаи, когда выясняют, что этот человек даже паспорт гражданина России имеет. У вас нет претензий к сотрудникам полиции, что, раз говорю, вы кого пускаете, во-первых, потому что они теперь у нас миграцией занимаются тоже, и кому паспорта даете? Ну, как с ним такую работу проводите? — Сейчас мы говорим все-таки, да, у нас тематика — это экстремизм-терроризм, а не исполнение миграционного законодательства, хотя, конечно, эти направления, они так или иначе взаимосвязаны. — Да, вы же сами говорили, взаимосвязаны еще как. — Ну, опять же, мы говорим о том, что и в соответствии с комплексным планом противодействия идеологии терроризма, который я называл, у нас правоохранительные органы, они должны выполнять комплекс мероприятий в отношении лиц, которые пребывают из стран с повышенной террористической опасностью. И, соответственно, такая работа органов внутренних дел должна проводиться. По результатам прокурорских проверок и в истекшем периоде 2021 года и 2020 году прокуроры на местах, межрайонные районы прокурора Тельской области, по результатам проверок деятельности органов внутренних дел, выявляли нарушения, связанные с ненадлежащей реализацией органов внутренних дел в полномочии в названной сфере, и, соответственно, вносили представление, должностные лица органов внутренних дел были привлечены к дисциплинарной ответственности. То есть такая работа ведется, и мы тоже данные факты отслеживаем, реагируем в том случае, если состояние законности в данной сфере не отвечает предъявляемым требованиям. У вас буквально три минуты. Скажите, вот уже упомянули случай в Казани, он, к сожалению, не единственный, помню, трагедия в Керчи и так далее. А что можно сказать школьникам, ученикам, техникум и так далее, если вдруг они заметили, что кто-то из их одноклассников либо в сети, что называется, стал постить там либо фотографии с оружием, какие-то экстремистские тоже призывы, какие-то экстремистские тези, что называется, публиковать, что делать? Ведь бывает, когда кто-то что-то и знал, не обратил внимания, не придал значения, а может даже говорил, молодец, Вася, вот мужик. Вот что можно сказать вот этим школьникам, которые... Это сейчас ведь актуально, нас смотрят, если вдруг они что-то заподозрили. Да, ну, во-первых, конечно, не стоит бояться рассказать об этом другим лицам. Ну, прежде всего, рекомендую рассказывать непосредственным учителям, педагогам, потому что они все знают уже наученные, что в случае получения такой информации, куда им необходимо сообщать, я имею в виду не только на уровне школы, но и на уровне правоохранительных органов. Поэтому я советую в таких случаях обращаться непосредственным педагогам на уровне соответствующей образовательной организации. И, конечно же, такая информация, она не должна скрываться, дабы вот не возникали случаи, которые у нас произошли в Казани. В том-то и дело, что, да, ведь понятно, кто-то там тщательно скрывал, но все равно согласитесь, мы все в детстве помним, если ты с друзьями общаешься, наверняка ты будешь кое-то, что там вдруг вдруг ружьями стал увлекаться винтовками, а может даже показывал, смотри, какой у меня винтарь, какой револьвер и так далее, а я знаю, как там бомбу сделать и так далее. К сожалению, просто сейчас вот по-другому никак, вот как противодействовать этим страшной трагедией, потому что я понимаю, когда вот вы про охранительные органы, вы выявляете вот этих там боевиков исламских и так далее, а тут вот вроде бы свои школьники вдруг могут такое сделать, что и не всякий боевик сделает. Ну, и знаете, у нас тоже школами проводится достаточно такая обширная профилактическая работа, и органами управления образования как бы на это ориентируются образовательные организации, в том числе для того, чтобы, скажем так, педагоги, они на своем уровне вот такие моменты мониторили, может быть, даже где-то следили за социальной активностью, за активностью в соцсетях своих школьников, да, обучающихся, потому что, в принципе, все это видно и понятно. То есть ты можешь зайти на страницу своего школьника, ученика, да, и там будет все понятно, исходя из его материалов, которые он себя выкладывает на стене, исходя из его комментариев, каких-то записей, его убеждениях. И это будет прямым сигналом для того, чтобы, ну, во-первых, с таким обучающимся провести индивидуальную профилактическую работу, собственно, выяснить причины, почему он начал высказывать, да, вот такие идеи убеждения, и дальше уже, соответственно, работать с ним для того, чтобы исключить... Либо сигнализировать вам. Либо сигнализировать соответствующим правоохранительным органам, в том числе нам. Ну что ж, это была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о противодействии терроризма, экстремизму. Ну что ж, вот как вот только что слышали сотрудники прокуратуры, это Святослав Кополиченко. Не нужно быть равнодушным, нужно быть внимательным, в том числе и к окружающим, к, может, даже вашим знакомым, друзьям, к сожалению, как показывает практика. Вот даже люди, про которых никогда ничего не подумаешь, они могут оказаться либо террористами, либо просто готовиться к совершению каких-то таких вот действий. Спасибо большое. Хорошего вам лета. И самое главное, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова